Здравствуйте, коллеги! Смотрите еще один пример цветоделения для шелкографии из моего бесплатного обучающего цикла. Список всех видео по подготовке пленок можно найти на моем сайте, адрес на экране или на моем YouTube-канале. Если после просмотра моих видео вы все-таки не справились со своими файлами или у вас не получается качественное цветоделение, то пишите мне на WhatsApp или Telegram. Телефон внизу. Ваш Александр Федяев. Итак, сегодня я хочу рассказать о таком понятии как треппинг. Очень важная вещь и когда я делаю пленки, я всегда делаю треппинг, просто всегда. Сейчас я покажу, что это такое. Вот смотрите. Вот шарик, в принципе, напечатано нормально. Для обычного обывателя он посмотрит, скажет, отлично напечатано. Но тем не менее, вот посмотрите. Зеленый цвет ушел. Вот этот вот зеленый. И здесь вот между черным и зеленым образовалась белая полоса. Настоящие полиграфисты сразу ткнут пальцем, скажут, вот у вас здесь зеленый ушел. То же самое, давайте следующий файл посмотрим. Вот код. Код сделан хорошо. Здесь все нормально. А следующий файл. Здесь белого нигде нет. А вот следующий файл. Вот смотрите. Здесь специально сделано... Вот видно между коричневым и серым появляется такая темная полоска. Это как бы серый накладывается на коричневый. Вот это вот и есть треппинг. Это для чего делается? Для того, чтобы если серый цвет или коричневый уйдет немножко вбок, то здесь не образуются белые полосы. От чего может цвет уйти? Есть тысяча причин. Например, может ткань гулять. В данном случае вот эта вот печать на шарах. С шарами очень тяжело реально, потому что шар, он такой жидкий, как студень. Вот. Его вводят то влево, то вправо. Плюс, если мы кладем достаточно много краски на шар, то он как резина от бензина набухает и уходит. То есть, если сразу положить первым цветом большую подложку, то шар деформируется, и следующие цвета вообще никуда не попадают. Поэтому вот реально с шарами очень тяжело. Поэтому нужно делать очень большой треппинг. Поэтому я когда эти пленки готовил, я сделал вот большой, реально большое здесь вот пересекание коричневого и серого, чтобы не появилось белой полосы. То же самое, кстати, здесь. Вот смотрите. Между зеленым и коричневым тоже есть треппинг. То есть, вот более темная полоса, но она смотрится лучше, чем белая полоса. Белая полоса, она сразу вылезает. Видно, что неаккуратно. А когда темная полоса, вот здесь вот на этом листочке тоже видно. Вот здесь зеленый на серый находит. Тем не менее, даже при приличном треппинге все равно вот здесь вот розовый, чуть-чуть ушел. Вот здесь вот образовалась полоса. Судя по всему, я здесь маленький треппинг сделал. И вообще его не сделал. И вот рот ушел. Розовый, видите? Вот здесь вот ушел. Но тем не менее, здесь вот как бы треппинг есть. Следующий файл посмотрим. Здесь, вот что я про этот файл могу сказать. В принципе, напечатался нормально, потому что здесь треппинг есть. Хотя вот с левой стороны шар очень сильно ушел. И образовались белые полоски. Вообще, вот для таких файлов, вот достаточно часто в шелкографии используются файлы, где идет черная обводка. Мы сегодня будем еще один такой файл разбирать. Я покажу там некоторые тонкости. Вот на самом деле, вот в этом файле черный вообще нельзя вычитать из золота. То есть золото должно быть просто сплошное. Тогда даже если черный прилично уйдет, все равно останется белым и не появится. Но вот здесь вот, очевидно, под черным все-таки золота не было. Но опять-таки, это шары. Здесь мы просто стараемся краски поменьше сделать. Потому что если мы кладем одну краску на другую, потом он очень долго сохнет, там начинаются проблемы с сушкой. В нормальной шелкографии, скажем, по сумкам, по футболкам такой проблемы нет. Поэтому там можно смело черный класть поверх белого, поверх золота, поверх любого цветного. То есть страшного в этом ничего нет. Вот красный, видите, красный ушел. Опять-таки образовалась противная белая полоса, которой не должно было быть. А вот здесь вот темно-красный лег нормально. И между темно-красным и черным полосы нет. Потому что черный лег поверх. То есть черный лег на край темно-красного и закрыл. Так, что у нас следующее? Вот смотрите, альфа-банк. На шарах опять-таки очень сильно ушел красный. Поэтому даже при приличном треппинге, вот здесь вот все нормально. Совпадение есть святого. Но здесь в данном случае сам шар деформировался. Поэтому один черт появилась вот эта белая полоса. Но я говорю, вот шары, это вообще самая сложная часть. Но вот желтый нормально. То есть вот желтый нигде не вылез из-под черного. Потому что черный ложится поверх желтого. Так, что у нас еще следующее есть? А вот здесь вот смотрите, на лошади светло-голубой ушел. И вот образовалась противная полоса между синим и голубым. Также вот здесь вот тогда образовалась. А здесь вот был некоторый треппинг, да? Здесь они вот нормально легли. Нету. Видите, вот идет темная полоса наложения... Наложение синего на фиолетовый, на темный. А вот смотрите, вот это я печатал, да? Это моя печать. Вот это в Питере пить, да? Печатал я, но я печатал по чужим пленкам. Вот, то есть мне принесли уже готовые пленки. Вот, и пленки были без треппинга. И даже при том, что, в принципе, на моих станках очень хорошее совмещение, да? Ну вот можно посмотреть. Вот серый и белый, они очень четко... Это две краски здесь вот, серый и белый, да? Они очень четко совпадают. И здесь, в принципе, тоже совпадение. Это очень неплохое, да? Но тем не менее, Сама ткань после первого проката на столе немножко... Ее ракель, когда ходит, он гонит как бы волну, и ткань немножко садится, да? Поэтому вот получается ткань по ходу ракеля немножко после первого проката уходит. Поэтому вот белый немножко из-под красного вылезает, да? Почему? Потому что нету треппинга, да? Вот здесь вот на красном должен быть треппинг. То есть красный нужно обязательно расширять, да? Но опять-таки говорю, что это вот печатал я, но я печатал по чужим пленкам. То есть это дизайн... Мне принесли готовый дизайн, готовые пленки. Я тут ничего не делал, просто взял их и засветил. Поэтому как бы, к сожалению, без треппинга вот какой эффект получается белая полоска. Вот еще смотрите правильный треппинг, как выглядит, да? Вот картинка, вот она смотрится нормально, треппинг ничему не мешает, да? Надеюсь, вы уже увидели его. Вот смотрите, на следующей картинке он лучше виден. Вот там, где красный более светлый, это там под ним лежит белый. Причем такой хороший белый в несколько слоев, да? А красный в один слой идет. И смотрите, вот крупный, если сфотографировать, да? Вот он получается. Вот это вот красный чисто ложится на черный. И он такой получается коричневый, да? А там, где красный... Ну, это телефон. Опять-таки, снято телефоном, поэтому, да? Делаете скидку, это ненормальный фотоаппарат, да? А там, где красный ложится поверх белого, он, пожалуйста, вот он идеальный, яркий красный, да? На самом деле, реально, если смотреть сумку эту издалека, вообще не видно, да? То есть, что это такое? То есть, он кажется темно-коричневым, вот. И вот это вот правильный треппинг. Так, ну вот это мы разобрали эффекты, то, что, как бы, как треппинг выглядит на печати, да? Когда он есть и когда его нет. Вот, кстати, вот еще один файл. Но это я на экране показывал своему коллеге. Вот здесь несколько цветов. Здесь желтый, синий и красный, да? Черного, кстати, нету, да? Вот это вот темные полосы, это я специально показывал, как выглядит треппинг, да? То есть, вот он, вот это вот, как на экране выглядит треппинг. То есть, один цвет накладывается на другой. Буквы накладываются полностью по контуру, вот. И вот красный и желтый, они накладываются на синий. И здесь тоже вот гребень тоже накладывается, да? Это вот, вот это вот правильный треппинг. Так он должен выглядеть. Вот, я вообще считаю, что треппинг должен быть обязательно. Причем, вот это вот файл векторный, да, на самом деле совершенно не важно, что на векторном файле, что на растровом, треппинг должен быть обязательно. Сейчас давайте посмотрим несколько вариантов, как его сделать, да, вот самый простой на векторных файлах, вот, откроем векторный файл, ну вот котенок, да, это, открываем котенка. Вот смотрите, вот котенок, вот здесь три цвета, желтый, розовый и черный, да, если у нас вдруг желтый, чуть-чуть, вот я сейчас выделяю желтый, да, и с клавиши его сдвигаю на пару пикс, буквально там чуть-чуть, да, смотрите, я его сдвигаю, вот, и вот появляется, вот он, вот появляется вот эта полоса белая, противная, да, возвращаю обратно. То же самое розовый, да, если я розовый начну двигать, вот у меня появляется вот эта полоса. Что для этого надо сделать? Надо желтый и розовый увеличить, да, как обычно это делается. Вот у нас наши цвета, да, мы берем желтый цвет, выделяем, да, это вот, вот, вот он, единая, единая пленка фактически, так, и этому желтому цвету даем, вот сейчас вот у желтого цвета есть только заливка, вот она, так, а мы ему даем линию. Мы берем вот этот желтый цвет и кладем его на линию, оп, он расширился, смотрите, да, вот он, вот он расширился. Я специально сейчас положил цвет чуть-чуть другой, да, чтобы его видно было, так, и этот цвет начинает наезжать на черный. Но надо помнить о том, что черный это все перекроет в любом случае, да, то же самое розовый. Мы берем розовый, вот они все вот эти объекты, да, вот, то есть сейчас, если розовый отъехал, будет дырка, да, а мы берем розовый и кладем ему этот же розовый цвет, но делаем линию, вот на линию, да, вот мы его расширили, вот. Давайте другой розовый положим, просто чтобы видно было, так, чтобы он отличался. Вот он, да, смотрите, вот, вот я сделал линию, да, и теперь, если что-то отъезжает, да, вот я беру, я его двигаю, да, но белой полосы не получается, потому что тут есть линия. Вот. А когда вы это делите на пленки, да, то есть вот вам надо разобрать, да, что вы делаете, когда вы разбираете, вот. Кстати, черный давайте просто ради интереса наверх положим, мы скажем оранж, bring the front, да, вот мы его положили наверх, и теперь черный в любом случае перекрывает, перекрывает и розовый, и желтый. Причем обратите внимание, когда вы расширяете, вы расширяете всегда светлые цвета, чтобы светлые цвета подлезали под темные, это обязательное правило, то есть темный, как правило, не расширяется, расширяются светлые цвета, да, и теперь смотрите, когда вы это разбираете на пленке, да, отдельные, да, то есть вот, вот у вас черный, вот у вас желтый, вот у вас розовый, да, что вы делаете? Вы все перекрашиваете в черный цвет. То есть вы берете вот это. Перекрашиваете его в черный цвет. Вот это. Вы перекрашиваете это в черный цвет. И линии. У вас осталась линия здесь. Вот она осталась, желтая линия. Поэтому вы берете, опять-таки, этот объект. Все линии. И все линии тоже перекрашиваете в черный цвет. И розовые, да, тоже берете. И все перекрашиваете линии в черный цвет. И вот у вас уже получается вот это. Уже получается тот же самый файл, но с треппингом. То есть вы расширяете светлые цвета. Для того, чтобы у вас потом не было этой белой полосы. Это работа с векторным файлом. Так. Это вообще стандартное. 99% шелкографов делают именно так. То есть они делают линию. И, соответственно, эта линия является треппингом. Линию можно делать разной толщины. Значит, как правило, линию делают от 0,2 до 0,5 мм. Если у вас очень хорошее совмещение на станке, делаете 0,2. Да, если у вас плохое совмещение, да, и вам лень, или, допустим, дизайн позволяет, да, всегда делайте побольше. Да, побольше, когда вы делаете, это будет лучше. Так. Это у нас котенок был. Да, давайте еще один файл посмотрим. А вот этот файл с лошадью как раз. С лошадью, которая... Вот эта лошадь, да. Давайте откроем файл с лошадью. Как обычно, на компьютере все смотрится отлично, да. Вот. А по факту, когда начинаешь печатать, вот у нас чуть-чуть цвет отъехал. И вот у нас получается вот этот же эффект. Да, буквально чуть-чуть отъезжает. Вот. Вот чтобы этого не происходило, что мы делаем? Мы берем, вот у нас голубой объект. Обратите внимание, линии нету, да. Мы берем ему и делаем линию этого же голубого цвета, да. Берем синий цвет, делаем ему линию синего цвета, так. Вот он расширяется чуть-чуть, прямо видно, да. И берем фиолетовый цвет, темно-синий, да. И делаем ему линию темно-синего цвета. Все, да. Когда мы этот файл разбираем, у нас будет уже, опять-таки, смотрите. Вот если я теперь чуть-чуть, да, эту голубой цвет уношу, вот я беру его и двигаю, да. Все, у меня не образуется белой полосы, да. То есть вот. Ну, это я уже совсем сильно, много сдвигаю, да, но вот, видите, я даже прилично сдвигаю, белой полосы не образуются. Потому что здесь на голубом есть голубая линия, а на синем есть синяя линия, да. То есть они вдвоем дают двойную толщину, да. То есть это надо делать обязательно. Обязательно. По правилам хорошего тона. То есть шелкограф, хорошо воспитанный шелкограф и его дизайнер обязательно делают трэппинг. Обязательно. Ну, это я рассказал. Так, теперь возьмем то же самое, допустим, если у нас растровый файл. Вот смотрите. Вот у нас растровый файл. Мы его открываем в фотошопе. Так, вот наш файл. Вот смотрите. Когда мы печатаем цветную краску на черном, мы обязательно кладем белый, да. Иначе, ну, цветной нужно... Цветные краски, как правило, они в шелкухе такие полупрозрачные, да. Вот особенно красная, синяя, да, голубая. Вот. То есть либо надо, я не знаю, там реально 10 слоев класть, тогда она постепенно набирает свой цвет. Либо под краску надо положить белый. Но. Но. Если мы... Вот у нас, что здесь, смотрите. У нас подложка, да. Ну, соответственно, вот она, белая. И если мы на нее кладем циан, вот сейчас в файле циан кладется один в один на черную, да. То есть вот если выделить циан, хотя, а, он у меня уже, смотрите, у меня уже, он уже увеличен, да. То есть у меня уже в этом файле трэппинг сделан, да. Но я вам сейчас покажу, как его, допустим, увеличить, да. То есть смотрите. Сейчас, вот если у нас есть циан, и я его чуть-чуть переношу, двигаю, да. Вот он, вот я двигаю, вот сначала, да, чуть-чуть двигаю. И у меня белой полосы не появляется, да. Она появляется, если я уже сильно начинаю сдвигать, да. То есть вот он трэппинг. Так, смотрите, ну, верну сейчас специально назад. Вот, не знаю, так не видно. Смотрите, вот я выделю циан, так. А вот у меня, вот у меня белый, да. Соответственно, смотрите, циан у меня сильно вылезает за белый. Почему? Потому что фактически его видно не будет, да. Голубой цвет на черной футболке, его практически не видно. И как в растровом файле делается трэппинг? Смотрите, я вам сейчас это покажу. Так. Вот у нас циан, да. И вот здесь, допустим, нам надо сделать трэппинг. Но он уже сделал, но я сейчас просто сделаю больше, да. Смотрите, вы его выделяете. Выделяете вот это место, да. И просто идете в фильтры. Говорите, фильтр, отр, минимум. И здесь вы выбираете, насколько вы хотите пикселов его увеличить, да. То есть, вот. Вы выбираете, сколько вам нужно. И у вас этот канал, вот это вот место увеличивается, да. То есть, вот настолько, насколько вам нужно. То есть, я могу сделать 10 пикселов, трэппинг, окей, да. Вот. И тогда, смотрите, ну вот сейчас уже хорошо будет видно, да. Вот белый я, да. Белый гораздо меньше, да. То есть, вот если я сейчас циан выделю, то есть, вот циан в этом месте, да. Вот белый. На растровых картинках, как правило, трэппинг уже не делается. Тут надо пытаться печатать очень точно, потому что трэппинг на растровых вот таких вот изображениях, он все испортит. То есть, картинка просто будет по-другому смотреться. А именно вот на таких вот, как буквы, трэппинг надо делать обязательно, да. Вот. На самом деле, видите, у меня так и было сделано. И на тех видео, где я чайки печатаю, там никакой там белый нигде не вылезает, да. Именно из-за того, что сделан трэппинг. Сейчас я хочу с вами разобрать еще два примера растрового трэппинга. Вот смотрите, вот это вот уже готовые пленки. Я с них печатал. К сожалению, нету фотки. Ну, как бы тут все понятно. Это корейские ребята, стрэйкидс. Вот смотрите, я хочу показать, как трэппинг работает. Как он выглядит. Вот смотрите, здесь, в принципе, красного только буква К, вот это вот. Вот. Если вы приглядитесь, вы увидите, что вот это К, вот это белое, да. Вот. И вот это К, она тоненькая, да. А вот это К, опять-таки, толстая, да. Почему? Потому что это красный. Та же самая история с красным и белым, да. Ну, давайте сейчас соберем, соберем эту картинку и посмотрим, как она должна выглядеть. Что мы для этого делаем? Мы делаем дупликат канала. Так. Значит, вот это у нас, говорим, значит, имидж моди у нас будет мультиканал. Не попасть. Моди мультиканал. Это черный. Это у меня будет ред. Так. Это будет Spot Color Red. Окей. Значит, и вот в этом, в этом, вот это мы все удаляем. Закрашиваем белым цветом. Его нету. Так. Здесь только буква К будет. Вот этот канал мы делаем инверсию. И вот этот канал мы перетаскиваем. Так, вот он. Только нам надо кресты совместить, да. Смотрите, сейчас мы совмещаем кресты. Просто с клавиатуры я сейчас двигаю. Вот так вот. Раз. И... О, совместил. Как напечатал, да. Вот. И вот смотрите. Здесь, кстати, вот точно так же, как на картинке, которую я показывал, красный цвет, где ACDC, да. Смотрите, вот он, вот он, треппинг, да. Вот. Если мы черный выключим, вот он. Вот эта вот темная коричневая полоска, вот он повторяет, повторяет наш треппинг. Так что вот это вот растровый треппинг, да. И его, смотрите, его можно делать меньше-больше, да. То есть, как его сделать? Вот я сейчас выделяю, да. Это буква К, да. Мы работаем только в красном канале, да. Белый канал мы не трогаем. Если мы хотим треппинг уменьшить, что я делаю? Я говорю фильтр, отер, максимум. Да. И вот смотрите, вот один, вот я увеличиваю, да. Вот ноль, да. А если я начинаю делать больше, да, у меня, вот он, смотрите, да, треппинг уменьшается, да. Вот он. И вот он пошел вообще в обратную сторону. А если я хочу его увеличить, я говорю фильтр, отер, минимум. Вот. И вот я могу его увеличивать до невозможности, да. Ну, это бред, конечно, да. Ну, опять-таки, я просто показываю вам технологию. Вот. Я надеюсь, здесь все понятно. Так. Вообще, на самом деле, вот красный, белый цвет под красным, это вообще сплошь и рядом. Потому что красный, он такой получается полупрозрачный. Зеленый тоже полупрозрачный, синий полупрозрачный. Короче, все цветные, они такие полупрозрачные. Под желтый тоже надо всегда класть белый. Ну, как правило, просто красный цвет, он чаще в дизайнах используется. Поэтому чаще получается. Так. И давайте еще рассмотрим файл. Он у меня здесь есть в последних. Чехира. Это девочка такая, там куча цветов. Смотрите. Чем этот файл характерен? Характерен тем, что здесь есть во многих местах черная обводка. Я сейчас увеличу. Везде вот идет черная прорисовка. И вот смотрите. Я сейчас, чтобы вы видели. Вот я сейчас черный выделю, да? Вот он, смотрите. Вот идет сейчас все выделение идет по черному, да? И теперь я черный выключу, чтобы видно было. И вот смотрите. Все цвета, они наезжают под черный. Вот красный, смотрите, красный везде наезжает под черный, да? Причем сильно наезжает. Везде. В некоторых местах вообще, вот я здесь вообще не удалял. Здесь просто сплошной красный. Потому что черный его в любом случае перекроет, да? Вот смотрите. Вот это все, это треппинг. Опять, как я вам всегда говорю, идет светлые цвета залезают под темные, да? То есть в данном случае черный, вот по выделению это черный цвет. И светлый всегда залезает под черный. Да? Везде. Здесь вот телесный цвет залезает под черный, красный залезает под черный. Ну, синий не пересекается, да? Поэтому здесь нету, да? Но везде есть треппинг. Это вот треппинг сделан с помощью команды минимум. Так? Вот здесь тоже треппинг, да? Вот, смотрите. Зеленый немножко залезает под черный. Вот. Как можно еще посмотреть? Вот если я сейчас выключу, так? Если, допустим, ну вот черный не видно, да? Он перекрывает все, что под ним, да? Если, например, мы сделаем черный, дадим ему серый цвет. Скажем, что это не черный будет, а такой вот серенький цвет, да? Вот. Даже пускай он будет темный, да? Вот. Тогда мы сразу глазами увидим треппинг. Смотрите. Да? Увеличиваю, да? Вот идет серый, это как бы на самом деле черный, да? А вот темные цвета, это там, где пересекаются, где есть и красный, и черный, да? То есть вот таким способом еще. Я иногда делаю черный, делаю полупрозрачным вот таким, и тогда сразу виден треппинг, да? Видно, где что ложится поверх. Вот здесь вот очень четко видно. Вот он, треппинг, он весь виден. Вот он. Поэтому вот такой вот тоже лайфхак. Так что, что в растровых файлах, что в векторных, треппинг надо делать обязательно. Особенно, особенно, если вы делаете пленки себе любимому, делайте треппинг. Вы потом сэкономите себе кучу нервов. В общем, коллеги, что я вам хочу сказать. Я вот лично пленки делаю для себя, и я себе всегда делаю треппинг. Как только треппинга нету, как вот на правом изображении, сразу начинаются проблемы. А когда треппинг и есть хороший такой, я стараюсь делать 0.4. Реально, вот как бы, оно хуже не становится вообще без проблем. В общем, используйте треппинг. Всем удачи, всем пока.